В Сочи бокс входит в пятерку самых массовых видов спорта. Им занимаются около 5000 человек. Только в третьей спортшколе Олимпийского резерва более полутора тысяч воспитанников. Кстати, в этом году она признана сильнейшей в Краснодарском крае. Боксеры сочинские, они, конечно же, регулярно на протяжении уже очень многих лет приносят в копилку города Сочи не только медали регионального уровня, но и международные. У нас есть и олимпийские чемпионы. Бокс, он недавно стал и женским видом спорта. И у нас сразу же появилась девушка, выиграла она Олимпийские игры юношеские. И также продолжает сегодня тренироваться уже в составе сборной России, уже на территории города Краснодар. Но воспитанница, она все-таки наша, поэтому мы этим гордимся. Хорошие результаты – заслуга не только спортсменов, но и их тренеров, которые являются призерами и победителями чемпионатов Европы, первенства и Кубков мира, есть и участники Олимпийских игр. Весомую поддержку в развитии спорта оказывает Федерация бокса Сочи, которая в преддверии Нового года организовала открытый турнир. Он собрал больше 200 спортсменов из разных регионов Краснодарского края и соседней республики Абхазия. Большинство, конечно, сочинцы, они и вышли первыми на ринг. В открытом первенстве города участвуют спортсмены от 12 до 18 лет. Для младшей возрастной категории эти соревнования – возможность не только набраться опыта, но и выполнить нормативы на юношеские разряды. Они на этих соревнованиях при проведении определенного количества боев при занятом месте выполняют второй, третий юношеский спортивный разряд. Юниоры проводятся отбор сборную команду города Сочи. Ну и остальные, кто тут новички или еще для, как говорится, проявления своих физических возможностей. Также лучшим участникам вручат медали и кубки. Победители турнира определят 28 и 29 декабря.